Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь24 с главными событиями. К этому часу познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. Пополнять баланс и получать необходимую информацию по транспортным картам, которые используют в городском общественном транспорте, барнаульцам стало проще. Центр Транс разработал специальное мобильное приложение. Алтайские пчеловоды начали подготовку к сезону. До первоцветов нужно успеть обработать ульи и провести ревизию после зимовки. Хоккейный клуб «Динамо Алтай» вновь повел в полуфинале против «Кристалла». Когда следующий матч и к чему приведет победа? Начнем с информации для автомобилистов. Сегодня в Барнауле не будут работать светофоры на нескольких участках улицы Малахова. С 13.30 до 16.00 отключат светофоры на пересечении улиц Балтийской и Взлетной, а также рядом с домом номер 119. Такие меры приняли в связи с проведением планового ремонта на сетях электроснабжения. Водители и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков. Пополнять баланс и получать необходимую информацию по транспортным картам, которые используют в городе, барнаульцам стало проще. Центр Транс разработал специальное мобильное приложение. Оно работает в тестовом режиме, однако им уже воспользовались около тысячи человек, сообщает официальный сайт Барнаула. Приложение значительно упростило использование транспортных карт. Приложив к телефону транспортную карту, брелок или браслет, можно мгновенно пополнить баланс, отследить историю операции и получить информацию о транспортной карте. Также в приложении доступна функция смены тарифного плана. С инструкциями по использованию приложения можно ознакомиться на сайте Центр Транс. В случае возникновения вопросов специалисты оказывают техническую поддержку по телефону 717-820. Алтайские пчеловоды начали готовиться к сезону. Их в крае больше 6 тысяч. До того, как распустятся первоцветы, нужно успеть продезинфицировать ульи и провести ревизию пчелосемей после зимовки. Наша съемочная группа побывала на пасеке в Косихинском районе. Снег еще не сошел, а пчеловоды уже начали готовиться к сезону. Зимовка в Алтайском крае длится около пяти месяцев. Но в ноябре насекомые уже неохотно покидают ульи. В спячку они не впадают, но все их обменные процессы замедляются. В конце марта-начале апреля пчеловоды выносят ульи на точок, где пчелы в течение нескольких дней совершают свой первый весенний облет. Вадим Афонин – пчеловод в третьем поколении. С четвертого класса отец брался новей на пасеку и прививал им любовь к пчелам. Начинали с десяти ульев. Сегодня в хозяйстве 400 пчелосемей. В 90-е годы, 80-е, вроде как надо было чем-то зарабатывать на жизнь. Ну вот, начал, попробовал, понравилось. Ну и по сегодняшний день я теперь уже бросить невозможно. Сын не просто продолжил дело отца, но решил разобраться в нем как следует. Для этого Вадим поступил в Алтайский аграрный университет, чтобы получить дополнительные знания. Применяя их, пчеловод смог развить свою пасеку до промышленных размеров. Сегодня в семейном хозяйстве получает до 35 тонн меда в год. Его продают по всей стране, от Калининграда до Южно-Сахалинска. Сейчас очень многие начинают работать и работают только по интернету. Смотрят ролики, смотрят там что-то. Но это очень большая беда, что не все находят сразу правильные ролики. Можно увидеть такое, что я порой смотрю сам, и у меня просто волосы дыбом. Но очень много ребят, которые приходят к нам учиться на биогатериногическом факультете по зоотехнии, они как раз и идут для того, чтобы получить знания именно по пчеловодству. Образование помогает Вадиму заниматься селекцией пчел. Для этого он использует микронуклеусы. Ящички с четырьмя отдельными квартирами для молодых пчелосемей. Правда, промышленное устройство имеет свои недостатки. Кормушки в них слишком маленькие, так что приходится постоянно подливать сироп. Да и семьи в них живут небольшие, чтобы защитить свой мед от пчеловоровок. Вадим решил изготавливать микронуклеусы самостоятельно. Микронуклеусы из дерева на две магазинных рамки, на пять маткомест, литки в разные стороны. Он еще находится в процессе изготовления. Здесь будет дно, здесь будут положки, также подкрышник, подушка, крышка. Так как пчелы различают пять цветов, здесь как раз будет пять разных цветов. Три здесь и два здесь. Когда потеплеет, пчеловоды проведут небольшую ревизию. Какие-то улей утеплят, другие подставят мед. Затем пересадят всех пчел в новые дома, а старые продезинфицируют. Вскоре маленькие труженицы начнут усиленную работу. Пойдут первоцветы. Мать и мачеха, верба, клён, ива и одуванчик. Юлия Шеламова, Илья Алексеев. Новости. Шесть с половиной тонн овса и соли заготовили для подкормки диких животных в природном парке Предгорье Алтая на этот сезон. Какие животные приходят в столовые под открытым небом, смотрите далее. Самое лакомство для морала, для кабана – это овёс. Зимой, когда выпадает много снега, диким животным сложно добывать пищу самостоятельно. В природном парке Предгорье Алтая соорудились столовые под открытым небом. Всего в заказнике их семь. По лакомице сюда приходят моралы, косули и кабаны. Егерь Константин Телегин наблюдает за ними с помощью фотоловушек. Самый такой запомнящийся кадр был. Это у меня пришло за раз 18 моралов сюда. И на протяжении трёх суток они тут жили, питались. Природный парк Предгорье Алтая охватывает Смоленский, Алтайский и Солонешинский районы нашего региона. Заповедник создали пять лет назад, чтобы сохранить уникальную флору и фауну. На площади больше 40 тысяч гектаров здесь находятся краснокнижные растения и животные. С каждым годом со дня образования природного парка Предгорье Алтая численность очень хорошо прибывает. Это видно по следам. На подкормочную площадку дикие звери приходят в период миграции. В начале и в конце зимы. В этом сезоне сотрудники парка заготовили 6 тонн овса и 500 килограммов соли. В них содержится много микроэлементов, которые помогают восстановить ослабленный организм. Зимой подкармливать животных-то несложно. Вся сложность у нас получается в доставке корма. А так, в принципе, всё отлично. Ну и я думаю, что за все эти сложности животные нам скажут спасибо за подкормку. После завершения миграционного сезона животные всё так же будут приходить на подкормочные площадки. А сотрудники природного парка продолжат заботиться о хозяевах тайги. Елена Самарина, Евгений Андреев. Новости. Хоккейный клуб «Динамо Алтай» вновь повёл в полуфинале против «Кристалла». В серии до четырёх побед барнаульцы ведут 3-2. До этого команда Артемия Лакиза дважды выиграла дома и столько же раз уступила на выезде саратовской команде. Начало встречи было равным, однако за счёт многочисленных удалений хозяев площадки инициативой преимущественно владел «Кристалл». Однако гостям удалось реализовать лишь одну попытку. Первый период закончился со счётом 0-1. Во втором игровом отрезке барнаульцы показали, как нужно пользоваться численным превосходством и сделали себе комфортное преимущество 4-1. В третьей 20-ти минутке хозяева площадки довели счёт до неприличного 7-1. Четыре шайбы забросил Денис Луцов, тем самым он оформил покер. Я считаю, немного мы перегорели вначале, именно, то есть был переизбыток эмоций, желания, и поэтому первый период получился очень нервный. Поэтому мы много удалялись, мало играли с шайбой, мало шайбу контролировали, в перерыве старались ребят успокоить. Считаю, что это удалось, в принципе, игра с шайбой наладилась, стали контролировать её, создавать моменты, забивать голы. Шестой матч Сирии пройдёт 29 марта в Саратове. Если «Динамо» одержит победу, то команда впервые в своей истории выйдет в финал Кубка Федерации. О культуре. 50 работ местных художников и скульпторов представили в Барнауле на выставке, посвящённой 20-летию павильона современного искусства «Открытое небо». Таисия Чемесова с подробностями. Творчество, которое объединяет людей. Это про павильон современного искусства «Открытое небо». За 20 лет там провели более 300 выставок и проектов. Участвовать в них могли как профессионалы, так и начинающие. Сейчас павильон находится в библиотеке имени Башунова. Именно там встретились художники края и первые кураторы выставок, чтобы отметить юбилей одного из демократичных творческих мест в Алтайском крае. Он как бы появился очень своевременно, потому что закрылась галерея в университете в то время, и молодые художники города остались практически без площадки. И тогда мы сделали вот такой зал, открытый для молодёжи, для молодёжных экспериментов. И главное в нашем зале было то, что у нас не было никакой цензуры. Если ты интересный, запоминающийся человек, у тебя есть оригинальные проекты, которыми тебе хочется поделиться. Зал был открыт для всех совершенно бесплатно. В «Открытом небе» проходят не только выставки, но и перформансы, поэтические вечера, концерты, спектакли, презентации книг. Также павильон участвует в проектах регионального уровня. Буквально в течение месяца, в середине февраля, у нас прошла презентация книги в рамках фестиваля «Издано на Алтае». Фестиваль сейчас ещё идёт. Мы были в самом начале этого фестиваля и презентовали студентам книгу о Георгии Гребенщикове. К юбилею творческого пространства кураторы подготовили картины и скульптуры жителей края, которые уже много лет участвуют в проектах «Открытого неба». Один из них — Евгений Югаткин. С павильоном современного искусства он знаком около 15 лет. На юбилейной выставке тоже представлены работы художника. Одна из таких — пейзаж в Старом парке. Любимое место Евгения в Барнауле. Такое любимое у меня. Я живу на Черёмушках, на Малых Черёмушках. Там рядом парк юбилейный. Хороший парк такой. За него ещё толком не взялись, стали улучшать немножко. Вообще-то он здоровший, такой дремучий, такой кусок, массив леса. Такой. Мы там часто бываем, в семье я один, там с товарищами пишем. График выставок в павильоне на следующий год формируется уже осенью, потому что число желающих показать свои работы всегда велико. На сегодня «Открытое небо» — активный участник акции «Ночь музеев» и межрегиональной молодёжной художественной выставки «Азарт Сибирь». Таисия Чемесова, Анатолий Фукс. Новости. А у меня всё к этому часу. До встречи в эфире.